Орган управления прибором На торцевой панели прибора расположена клавиша включения-выключения устройства. Под ней находятся 4 переключателя, каждый из которых отвечает за включение своей частоты подавления. И под ними находится вход для адаптера питания от сети 220 В. Подробнее о режимах подавления. Первый переключатель отвечает за включение подавления частоты GPS GLONASS 1500-1600 МГц. Второй переключатель переводит устройство в режим подавления 1250-1280 МГц. Третий переключатель активирует режим подавления GPS на частоте 1200-1230 МГц. И при включении четвертого переключателя устройство переходит в режим подавления частоты 1170-1180 МГц. В нашем случае мы продемонстрируем работу прибора на частоте GPS GLONASS 1500-1600 МГц. Для этого нам понадобится непосредственно сам подавитель Scorpio 120G Pro, а также мобильный телефон с GPS-модулем и установленной программой GPS-тест. Итак, мы находимся в автомобиле и собираемся отправляться на деловую встречу. И опасаемся, что наши конкуренты или же просто нехорошие люди установили нам GPS-маячок. Для частоты эксперимента включим программу GPS-тест и проверим связь со спутниками. Как мы видим, сигнал идет, связь со спутниками есть. GPS-модуль работает и принимает сигнал. Включаем подавитель, переведя его в первый режим подавления на частоту GPS GLONASS 1500-1600 МГц. И нажимаем кнопку включения. Как мы видим, подавитель прекрасно справляется со своей задачей. И сигналы спутников гаснут у нас на глазах. Ждем еще немного времени. И сигналы окончательно пропадают. Отследить нас с помощью GPS-маячка невозможно. Только что мы с вами убедились в эффективности работы подавителя Scorpion 120G Pro. Дальность подавления сигнала данного прибора достигает до 20 метров. То есть до 40 метров в диаметре. Данное устройство прекрасно подойдет людям, которые желают себя обезопасить от возможной слежки при помощи автотрекеров и GPS-маячков. Продолжение следует... Продолжение следует...